так ну чё ребят всем привет в общем рынок опять тянет айзину но в принципе вот это тянучка зины будет еще все лето вплоть до осени и может даже осень если все-таки цикл будет там закончится пик был рано будет весной а то и осенью 25 года то есть в середине 25 либо в конце двадцать пятого года то азина будет тянуться весь 24 год что вы понимали если вы не готовы ну звеняет и что называется да вот извините то есть до побачения телобачения если вы не готовы ждать ребят это ваши проблемы в мире крипты технологии обретаются новые эффективные инновационные возможности для заработка один из проверенных мною проектов это арбитс точка его данный проект использует инновационные технологии для эффективного заработка на арбитраже криптовалют данная технология зарабатывает высокую прибыль в автоматическом режиме за счет разницы курса крипты на бирже своим инвесторам данная технология проект отдает до 90 процентов заработка что является инновационным в данной сфере то есть пока вы спите механизм нон-стоп зарабатывать за счет разницы курса крипты на крипто бирже я лично проверил данную платформу не словом отделом вложив 7000 долларов все работает надежно как швейцарские часы остались только хорошее впечатление работе сервисов собственно поэтому до сих пор держу свои инвестиции тут и рекомендую своим друзьям данный проект ссылка в описании под роликом рынку похуй что вы там готовы не готовы что вы там ожидаете и так далее от него то есть и китам абсолютно насрать вот поэтому тут вы либо готовы ждать профи 10x выше либо не готовы вот и все поэтому выбор за вами it's up to you что называется вот поэтому решение принимайте сами думаете сами что называется стоит вам инвестировать криптовалюту либо нет но если вы взялись то вы уже досидите понимаете досидите ибо ради этого мы все сюда зашли чтобы заработать причем на халяву да просто с нихуя сделать бабки понимаете просто купил подержал зафиксировал доминация альтов у нас не доминация биткоином падает доминация то вырастет видите доминация эфира не падает доминация bnb ну на месте топчется доминация альткоина всех тоже на месте лой пока не обновила поэтому паниковать смысла я не вижу а даже если обновить то похеру холдин по поводу номинации из дт тоже снижается то есть показатель того что капитал вливается вот такая вот арифма да вот ну и далее получается да и usd аналогичная ситуация поэтому не переживайте все будет хорошо и как бы если глянуть уже капитализацию всего рынка там допустим для начала возьмем без битка держится на месте без битка эфира то же самое то здесь естественно спро с первого разом и вы сопротивление в 700 миллиардов там не пробили но я думаю пробьем в слишком времени и паниковать здесь не стоит однозначно и как вы понимаете что если не пробили с первой попытки со второй там а то пробьем значит с третий тут переживать не стоит по поводу индекса страха жадности уровень 76 как вы понимаете здесь у нас индекс страха жадности давайте посмотрим и по поводу ликвидации потом перейдем здесь у нас 69 то я сказал бы что сейчас какая то жадность, если честно. По поводу ликвидации, к сожалению, здесь не показывает адекватные отметки. Ну, показывает якобы лангов больше, что по битку, что по эфиру, но я бы так не сказал, потому что, вы понимаете, много людей еще шахтит, и обычно соотношение 50 на 50. Если глянуть по поводу лангов, да, у нас подликвиднули немножко ланги, потому что откатили рынок, так откатили вообще там на пару процентиков, и уже, видите, здесь 25 лямов почти, здесь своих 3,5. Далее, по поводу новостей, у нас палата представителей США приняла регулирующие криптоиндустрию и законопроект, но это тоже у нас FIT-21, закон о финансовых инновациях для технологий 21 века, ну, это, опять же-таки, крипта, да, документ 279 голосов за и 136 против, ну, и, как вы понимаете, что на данном этапе этот проект критикует, там, говорят, что не предоставляет CFTC достаточных полномочий, там, ну, и, соответственно, как вы понимаете, что, ну, это все будет дорабатываться, поэтому, я думаю, полная регуляция пойдет там году к 30-му, ну, может быть, к 28-му, ну, там уже будет посмотреть, да. Вот, LAR2, тайка, у нас санонсировал LAR2 в преддверии запуска основной сети, ну, и вот, наконец-то, уже сказали, что вот-вот они раздадут 5% от общего предложения 1 миллиард, ну, по датам, как вы наблюдаете, что вот у нас данный проект, и вот экономика, так, кстати, так же называется, как есть только криптомонета, когда раздадут, я так понял, летом, ну, судя по всему, но по точной дате я что-то не вижу здесь, ну, могу ошибаться, напишите в коментах, может, кто в курсе. Вот, трейдеры разработали на новом All Time High мем-токена PEPI, ну, и, как вы понимаете, естественно, многие монеты там подлетели, в том числе PEPI, и кто-то скажет, что я там рано фиксанулся и так далее, либо там по какой-то из монет, по PEPI там, либо по PONKE, ну, тут, соответственно, дело за вами. Я, как бы, принимаю свои решения, исходя из своих целей и исходя из того, что я вижу. Да, я могу выйти не на самом хае, но извините меня, я PEPI покупал, блядь, вот здесь, по донным значениям практически, да, и советовал в закрытом клубе и так далее, но если вы считаете нужным, там, откнуть меня носом, что, типа, вот ты вышел не на самом хае, блядь, а забрал 90% движения, ну, вы забрали хотя бы столько, ну, как бы, если забрали, молодцы, если нет, ну, тогда чего умничать. Вот, и, как вы видите, PONKE я тоже не зря фиксанул, да, ну, по поводу PEPI я не проговорился, это действительно так и есть, я PEPI тоже зафиксировал, вот, а также, как и PONKE, поэтому PONKE ордер я показывал, ну, кто-то посмеялся, что якобы вот ты там фиксанул всего лишь, там, 600 или 700 баксов, вот, 650, по-моему, и забрал 6,5x, ну, покажи свои ордеры, окей, то есть я не рисковал в какую-то щитковую монету, которая, там, небольшие объемы, да, и которая сверхвысокий риск, зачем мне на хера мне заходить на тысячу, на 10 тысяч, там, на 100 тысяч и так далее, если это чисто монета побаловаться, я лучше эти заработанные деньги перелью в что-то более интересное, я вот, допустим, эти заработанные деньги с PONKE перелил в Z монету и в ZK, вот, Polyhedra, вот, поэтому, ну, и XDC еще докупил, поэтому вот, как надо разумно, ну, то есть по 200 баксов раскидал на эти 3 монеты, вот и все, поэтому, а вот это сидеть, блядь, до усорачки в каких-то мемах, которые могут сегодня-завтра соскамиться, я смысла не вижу, ладно, еще холдить там Shibus Dogi, которые уже зарекомендовали себя, но, как бы, холдить остальное какое-то говно, которое ничего из себя не представляет, это вообще смысла никакого нету, я посчитал нужным, я вышел, я посмотрел на факторы, видите, вот я фиксанул по вот этой цене, и сейчас цена уже, как вы наблюдаете, ниже на те же там 12%, если взять вообще от хая, то здесь где-то минус 15%, поэтому сидеть выцеживать, ну, дело ваше, то есть я фиксанулся, вышел вот здесь по где-то 45 центов, так вот, я не вижу смысла выцеживать, я фиксанул, ну, а там уже решение за вами, по поводу остальных новостей, то, что вот у нас Пепе заработал, якобы там лямы баксов, ну, ребят, тут это больше шара, то, что там кто-то вложил там какую-то сумму на самом старте, дохолдил до этого момента, это, скорее всего, какие-то киты, вероятнее всего, либо просто человеку повезло, но в основном, скорее всего, это какие-то киты, которых просто СМИ освещают, и которые, эти же самые киты, мы проплатили за эту новость, вот и все, чтобы сейчас вас загнать на хорях и можете сделать так же, залететь сейчас в Пепе, на хорях, да, и заработать так же, но какой смысл, если Пепе уже и так отросла и показала бешеные иксы, ну, как бы, понимаете, вот саму однище, сколько она здесь показала, она уже показала где-то 65 иксов, нахуя в нее сейчас заходить, непонятно, понимаете, я принял решение, естественно, фиксануться, поэтому сидеть вот это, жадничать или выцеживать, то же самое по монете Понки, то есть, кто захотел, тот в нее зашел еще на самом старте и сделал это изначально, вот, поэтому тут думайте сами, решайте сами, но я отмемы на вашем месте фиксировал, единственное, что бы я сейчас оставил, это держать еще самоеда, шибу и доги, остальные монеты, ну, как бы, я не вижу смысла там долго держать это, фиксировать там, 5-10 иксов выходить, вот, беспрецедентная ситуация, последние новости о спотовых эфире GTF инсайдеры заявили о склонности всех к одобрению, блядь, ну, конечно же, одобрит, это и так очевидно, да, даже дебилу, ну, и, по сути, соучредитель спрогнозировал кризис предложения, вот, ну, и на данном этапе кризис предложения, типа, что ограниченная эмиссия по эфиру, ну, и говорится, что на данном этапе Grayscale Trust эфира сократился на 6,6% после обсуждения, ну, и якобы, помните, тогда нас тоже пугали, что якобы они там битки сливают, ну, и сейчас эти новости пропали на фоне роста совпадения, да, вот, далее BitGet у нас делает вид, что разыгрывает машину Ferrari, да, и 5 миллион с USDT в рамках турнира Кубок Королей, но, как вы понимаете, на этом всем заработает лишь биржа и любые вот эти розыгрыши, что якобы разыграют тачку, блядь, либо разыграют до хера бабла, это просто, ну, пиздеж, я думаю, и так понятно, поэтому, если кто думает, что действительно выиграет машину, ну, если это действительно произойдет, тогда я извинюсь и верну свои слова назад, но, в основном, это просто красивая замануха, там, тот же Байби тоже рассказывала, что они там что-то, по-моему, разыгрывают, но по итогу, там, я что-то не увидел, чтобы там раздали эти бабки, хотя, по-моему, кстати, раздали, вот Байби там раздала, но по поводу того, что прям какому-то человеку раздадут машину или 5 лямов USDT, ну, если они это и сделают, то, скорее всего, они на этом заработают куда больше, то есть, и они это окупят, тогда да, но если же нет, то никто там ничего раздавать не будет, я думаю, и так все знают, как эти конкурсы работают. Ювали Ноя Харара, это у нас известный израильский философ, оказывается, у нас, раскритиковал биткоин за одну из ключевых качеств, и какое же, интересно, назвал валютой недоверия, не соответствующей его видению финансов, ну, так это же его видение, какая разница, его картиномера, могут быть веские причины недоверять банкам и правительствам, которые создают доллары и иены и другие валюты, интересно, кто же создал биткоин, вот, но это не меняет того факта, что предпочтение в пользу биткоина основано на недоверии к общественным институтам, вот, далее у нас получается соучредитель мотоэкспорт, назвал Солана следующей в очереди на запуск ETF, ну, конечно же, потому что, ну, все может быть, я этого не исключаю, потому что Солана это CBDC, и Солана уже показала X, и поэтому могут принять ETF, чтобы его вболить, но на самом деле, самое забавное в этом всем, что действительно большинство людей не догоняют, что ETF на другие криптуиты также будут приниматься, может, даже это будет тот же самый XRP, поэтому не исключаю этого варианта. Да, Гэр Гэнслер у нас, Гэр Гангстер, да, раскритиковал у нас подрывающий о регулировании законопроекта FIT21, и как раз-таки, как вы понимаете, об этом сообщает CoinDesk, и документ создаст новые нормативные пробелы, и защитит, разрушит, вернее, десятилетия прецедентов в отношении надзора за инвестиционными контрактами, подвергая инвесторов и рынке капитала неизмеримому АИСКу, вот, и поэтому он критикует, и вот SEC у нас и CFTC, две, ну, скажем так, смежные организации будут это все выяснять, критиковать, вот, что якобы там не так что-то сделали, поэтому, ну, как вы понимаете, типа, они за народ, ага, ну, конечно же, это правда, это как сказал Гэр Гэнслер, что он даже не знает, как совершать транзакцию, у него нету криптовалютного кошелька, но поэтому читал лекции по блокчейну, ну, да, верю, ага, вот, аналитики Барнштайн спрогнозировали рост эфира до 6-600 в случае одобрения ETF, ну, просто, блядь, одной свечой мы, наверное, улетим, то есть, с текущих на 6-600, давайте глянем, сколько это будет, это будет примерно у нас рост на, получается, сколько, на 75%, то есть, в два раза мы вырастим, я думаю, после одобрения, в принципе, это возможно, в долгосрочной перспективе, это, естественно, плюс, потому что больше лохов пойдет покупать ETF, и, конечно же, потому что ETF это просто бумажка, что ты якобы владеешь крипталютой, то есть, тебе не кошелек дают и закупают на твой кошелек, а просто ты отдаешь бабки в доверительное управление, да, в очередной развод лохов, да, и, соответственно, остальные лохи толстосумы приходят, отдают свои бабки, ну, и, получается, надеются, что им там купили крипту, на которой они заработают, а по итогу всем скажут, всем спасибо, все свободны, наши взятки гладкие и до свидания, вот, поэтому, как вы понимаете, что, ну, это все такая себе схема, ну, и просто развод толстосумов на бабло, вот, притоки в спотово-биткоин ETF продолжились восьмой день подряд, ну, и, как вы понимаете, что это тоже позитив для рынков, ну, а там уже дело за вами, поэтому, как мы понимаем, вот эти все объемы, эти же фонды и создают, они обычные людишки, вот, ну, и далее Виздом 3 запускает крипталютный ЕТП, ну, это на уровне с ETF, на лондонской фондовой бирже, совпадение, да, и, как вы понимаете, что запускает два биржевых фонда на 100% обеспеченных криптовалютами, а не производными продуктами, ну, и запуск торгов ожидается 28 мая, вот, и, как вы понимаете, также они запустили два фонда, BTC, Виздом 3, да, и Виздом 3 Physical Effect, то есть уже запускается у нас ЕТП, то есть это уже намек на то, что будет запущен у нас этот ETF на эффект, ну, как вы понимаете, что ETF запущен был в Гонконге, то очевидно, что он в США тоже будет запущен, да, вот, Актор Хейс раскатиковал возможное одобрение спотовых ETF на эфир и говорит, что они хотят держать под контролем криптовалюту так же, как любой другой актив, создать биржевый фонд на все, что могут купить люди, спотовые ETF на эфир, это следующий шаг, ну, и, по сути, говорит, что вот, якобы, будут этим манипулировать, вот, секс может больше контроля получить, ну, какая нам разница, нам главное, что просла цена, вот, поэтому мы не ETF покупаем, а монеты, нам похер, вот, СМИ говорит, что у нас Metamask планирует добавить поддержку биткоина, да, кстати, сети биткоина на Metamask нету, если вы не знали, ну, и, как вы понимаете, что на данном этапе поддерживают протоколы Ординал и Руны, да, аналоги NFT для биткоина, ну, и при этом также феврале разработчики кошелька введомили об интеграции фиатного криптомоста с Robinhood Connect, вот, позволяющим клиентам из США приобретать виртуальные монеты через платформу Robinhood, но на Metamask я все равно ничего не держал бы, потому что это высокоисковая тема, и, как вы понимаете, Metamask часто ломают и часто не туда подключают. Далее Coinbase запустит розничные фьючерсные контракты на нефть и золото, ну, мы это уже слышали вчера, далее получается, Kai, как говорит, что 46% объема торгов биткоина приходится на время торговых сессий США, какое совпадение, да, и, как вы видите, объемы самые большие, они не уменьшались с 2012 года, уже 12 лет, и, как вы понимаете, что с запуском ETF, наоборот, привлекли 13 миллиардов, что сделало их одним из самых больших продуктов в истории криптоиндустрии, совпадение, да. Далее у нас Gary Gensler скотиковал законопроекты структуре крипторинга США, Джозеф Любин, это у нас, получается, генеральный директор компании Consensus, предполагает по поводу того, что одобрение SEC, спотовых ETF на эффект простимулирует частных трейдеров частных, увеличить спрос институциональных инвесторов на актив, интересно, каким образом, и столкнулся с неожиданной проблемой. И далее у нас, по мнению израильского философа, биткоин – это полюта недоверия, ну и, конечно же, когда биткоин начинает в очередной раз хейтить, это делается с той целью, чтобы народ, не дай бог, не зашел, когда уже разворот начался, да. Создатели сети второго уровня Ethereum Tyco падают крипталюту, аэрдроп, ну, как вы понимаете, что вот у нас как это все будет раздаваться, кто захочет, я ссылку оставлю в описании. Uniswap, если SEC начнет судебное разбирательство, они говорят, что они выиграют. Это у нас сказал, я так понимаю, CEO Uniswap, ну и в ответ заявили, что 65% объема торгов приходится на биткоин, эффект стабилкоин, USDT, который полностью соответствует законодательству США, вот. Ну и поэтому на данном этапе говорят, что 90% объемов также находятся за пределами юрисдикции комиссии. Но, в принципе, как вы понимаете, что если захотят, зарегулируют, поэтому все страны подчиняются Америке, и, ну, как бы, если надо объяснять, то не надо объяснять. И, как вы понимаете, Uniswap специально хейтит, скорее всего, чтобы люди не заходили в него, потому что уже разворот начался, да, и специально, пока он на донных значениях, толпу максимально пытаются, ну, выбить из этой монеты, хотя мы видим, зеленые камыши у нас жопу защекотали и, в принципе, уже полетели наверх. И тот же Sushiswap у нас также летит наверх, падать он не собирается. Там остальные монеты, такие как Biswap, Cake, там, и прочее, они тоже будут расти и уже растут, поэтому никто там никого ждать не собирается. Монеты Array, Compound, там, и прочее, прочее, они также удерживают цену, и Loi обновлять не идут, как вы понимаете. Поэтому те, кто там ожидает этого, ну, это очень даже зря максимум, если мы вернемся на те же отметки, но то, что мы прям сильно обновим Loi, я бы этого ждать не стал бы. Далее у нас в ожидании одобрения ETF, 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 ну, ETH, ETF, мемкоины на эффект заметно продорожали. И это, получается, у нас какие мемкоины? Это у нас Pepe, это у нас Dogi, Shiba, там, говорят, ну, и Ladis, в том числе, как вы понимаете. Ну, по поводу Ladis я ее советовал неоднократно, и, как видите, Ladis тоже у нас по пидо и ланаверк. Поэтому, кто успел закупиться, я ее тоже советовал на коррекции в закрытом клубе. Здесь уже плюс 2X, здравствуйте, здорово, да. Вот, далее, получается, у нас, что еще по новостям? То, что, конечно же, у нас запрещает WorldCoin в Гонконге, но это все тоже фат новости, чтобы вы из данной монеты выходили, и пока она на дне не закупали. Ну, на локальном, по крайней мере, да. Ну, а по поводу Arkham, давайте глянь, Arkham, да. То есть, сейчас он особо не упал, и, как вы наблюдаете, все равно имеет где-то 2X в дна. Вот, далее, по поводу остальных новостей, то, что у нас алмазный трейдер вложил Pepe 83 доллара, разработал 79. Ну, это просто сказки, понимаете. Если это так же было на самом деле, то, скорее всего, это просто, скорее всего, какой-то кейт, у которого была инсайт инфа, и который купил эту монету еще на старте. Вот, поэтому те, кто надеются так же, это специальные такие новости выходят, что вы думали, блядь, он заработал просто с нихуя, со 100 баксов 80 лямов, я хочу так же. Сейчас залечу в Pepe и заработаю. Да, хуй на рыло ты заработаешь, разве что, поэтому на этапе покупать Pepe уже поздно. Альткоины у нас какие купить перед возможным одобрением ETF для ИТХ, и, по сути, нам советуют Blast, Solanu, ну, конечно же, Solanu, Polygon, Matic, нормально, рендер на хаях, StarkNet нормально, ну, как вы понимаете, StarkNet можно купить, Matic, Blast еще не залистился, ну, а по поводу остальных монет рендера, блядь, и Solanu, ну, нахуя сейчас покупать, мне непонятно, поэтому тут выбор за вами, лучше уже аналоса купить, да, чем, блядь, покупать Solanu сейчас, потому что аналос еще на дне, а Solanu еще нет. Ну, есть еще монета, такая Solama, да, Solama, вот ее еще также можно прикупить, вот, по ней цели, кстати, тоже обозначал, и первая цель, по ней, получается, 12 центов, это около, там, 5,5, даже 6,5 иксов, вот, ну, а по поводу того, что, там, рендер токен покупать, я считаю, смысла в этом нет никакого, потому что монета уже давала много, плюс делала перехай того же 21-го года, я это тоже показывал, поэтому, если кому делать нехер, можете, конечно, покупать, но по поводу StarkNet, стоит ли брать сейчас, там, StarkNet, Manta, вот эти все новые проекты, я считаю, да, стоит, как вы наблюдаете, они пока еще не улетели, зна, они тоже особо не стартанули, поэтому это ваш золотой шанс данные монеты прикупить, потому что, когда они улетят, потом уже будет поздно, если вам дают шанс купить на дне, им надо пользоваться, потому что потом, ну, все это полетит очень резко, как было пару дней назад. Далее у нас токены с использованием I, обходят биткоин по росту котировок, и нам советуют, что надо покупать FED, конечно же, Render, Ajax, ну, и остальные монеты, которые уже показали себя, но я лично не вижу. Его также NVIDIA также сказала о прибыли по поводу того, что они запустили Искусство Интеллект, разрабатывают его там и так далее, Ocean у нас еще растет, Ajax и так далее. Ну, то есть тут думайте сами, решайте сами, я лично сейчас данные монеты не покупал, тут же Ajax уже показывал X, есть такая монета Aj, меня спрашивали тоже, нет смысла покупать, есть такая монета Ali, меня тоже спрашивали, насколько я помню, тоже Искусство Интеллект, ну, тут под вопросом можно, конечно, взять, но ликвидности, я так понимаю, тут особо у нас маловато. Джек Ти, есть такая монета, за Джек Ти, кстати, особо не говорят, видите, пока она еще особо не ебанула, про нее молчат. Вот, ну, я ее советовал до этого, вот здесь можно было по 25 центов купить, вот здесь можно было там по 15 купить, здесь можно было покупать по 10 центов, ну, кто хотел, тут покупал, а кто нет, то есть сидел там ВСЖ его ждал идеальные отметки и думал, что лучший час когда-то настанет, но по факту его не будет. По поводу того же Ocean, да, я ее тоже советовал покупать, уже она дала здесь в моменте около 13 иксов, да, я ее не продавал, почему? Потому что она может вполне сделать перехай, ну, и как вы понимаете, даже если вы здесь покупали, то выйдет 3,5 икса сейчас имеете. Дабл хай 2021 года, но тут думайте сами, решайте сами, что называется. Я пока держу до талого, потому что монеты могут все-таки показать перехай и сейчас фиксировать их еще рановато. Coinbase допускает торговлю фьючерсами на золото и нефть, ну, это тоже мы уже слышали. Далее получается, Майк Новоградз, у нас говорит, что в США владельцев криптолюд больше, чем хозяев собак, но это мы слышали. Разработчики Миндомаска планируют добавить поддержку биткоина. Мемные криптолюды продолжают показывать самый активный рост на рынке. Ну, и, конечно, нам советуют флоки, пепи, там сил какая-то монета. Ну, и, как вы понимаете, также еще слотана, слот. Давайте глянем, кстати, залистилась ли она на бирже. Да, она есть на биржах, слот. Давайте глянем. Наполовниксе. Наполовниксе она залистилась, но, как минимум, ликвидности особо нету. Вот. И также еще есть такая монета сил, да, нам посоветовали, что надо ее якобы купить. Ну, давайте посмотрим. То есть здесь она только залистилась, поэтому покупать ее прямо сейчас тут уже выбор за вами, да, как вы понимаете. Но я бы не стал бы. По поводу флоки или того же пепи, да, как вы понимаете, брать уже поздно, но я об этом уже сказал ранее, да. Ну, и флоки, в принципе, пидорит, конечно, наверх, но покупать сейчас, когда она на хаяк 21 года, ну, я смысла не вижу. Поэтому, кто заработал, можете фиксировать. Если кто ждет выше, ваше право, надо фиксировать по целям. Сека штрафовала сеть биржи Intercontinental Exchange на 10 лямов, но это тоже пугалки. Вот это также еще корпоративная какая-то нью-йоркская биржа, это NICE относилась к этому. Ну, и по факту говоря, что вот мы оштрафовали 10 миллионов. Совпадение, совпадение, что Ripple предложила, что она не будет платить сколько там, 2 миллиарда или 10 миллиардов, а будут платить 10 миллионов. И ровно такая же, ровно такая же сумма здесь мелькает, да. Но это просто прям совпадение, да. Вот слово SEC и 10 миллионов, поэтому, ну, это просто совпало. Но я не верю в такие совпадения, поэтому это можете рассказывать кому угодно, только не мне. Вот. Далее получается у нас трейдер спрогнозировал повышение курса Доги на 32% к 25 мая. И вот у нас фигура перевернутая голова-плечи, поэтому цена у нас порастет либо по вот этой ABCDE какой-то там коррекции. Вот. Поэтому я все-таки сделал бы выводы, что Доги вырастет, конечно, намного больше, но не к 25 мая, а в глобальном плане. Поэтому тут, скажем так, смотреть локально я бы не стал бы, я бы смотрел бы глобально. Поэтому монета выстрелит, вопрос лишь времени. По поводу остальных новостей, всеобщие выборы в Великобритании назначены на 4 июля и последствия для криптосектора. Да никакого последствия и будет все расти по циклам. Ну и как вы понимаете, что на данном этапе у нас продвижение финансовых технологий, выражают осторожную позицию в отношении к иплютных случаях избрания. Ну и как вы понимаете, что пока что консервативная политика в данном этапе. ЕТП, биткоин, эффект, визитом 3, одобренный для листинга на лондонской форумной бирже. Цена ФЭТ достигла вершины пика, новые рекорды, максимум маловероятен. Вот, ну опять же таки, может это специально говорят, чтобы еще подсбрить шахтов и толпу загнать на хаях, и чтобы она, естественно, шахтила, но потом полететь наверх. Но покупать сейчас ФЭТ, ну это надо быть камикадзе реально. Анализ кардана, признаки бычьего импульса, и как вы понимаете, облако и шимок у нас что-то показывает, также ончейн показатель демонстрирует оптимистичный прогноз, ну и может повлиять на цену, поэтому паде кардана, естественно, у нас был позитив буквально вчера, ну а сегодня уже все затухло. Да, Белый дом выступает против у нас, ФИТ-21 выступает за у нас сбалансированное регулирование криптовалют, также сектам выступает, ну как вы понимаете, это тоже все показуха для хомячков. Далее у нас полкадо торчит на 9 долларов на фоне бычьего тренда и бычий настрой по MACD, там по индикаторам, но индикаторы работают постфактом, как вы понимаете, ну и если глянуть здесь, то был бычий настрой, а сейчас уже бычий настрой как будто и пропал, да. О, давайте глянем по остальным моментам, то что у нас анализ лайткоина, бычьи сигналы и ключевые показатели, то есть вчера буквально бычьи сигналы, до этого все хана, ну а сейчас нам рассказывают, что вот у нас там разные коэффициенты, индикаторы, вот сразу начали упоминать лайткоин, доги там, солану, чейнлинк, совпадение, да, то есть самые сильные монеты, которые лучше всего держат цену, да, как же это не очевидно. Далее у нас получается, что еще, то что эксперты у нас обсуждают проблемы регулирования потенциал спотовых ETF на солану, конечно, имеет более высокий спрос на рынке и типа якобы чуть ли не больше, чем у эфира, но это все, естественно, гониво. Вот, далее палата представителей дала зеленый свет законопроекту криптолюте FIT21, теперь он передается в Сенат, но параллельно с этим они его критикуют. Ванек у нас фонд призывает всех соблюдать порядок подачи заявок гонки за первый спотовый эфириум ETF. Ну и по сути, как вы понимаете, айзина будет затянута и вот вероятность повышают в три раза, считая, что, ну, в четыре раза хорошо даже. И слухи, слухи также неплатежеспособности Bybit у нас начали вызывать панику в крипто-сообществе и получается вызвавшую ошибкой на анализы цепочки. И выводы превышают у нас 50 лямов, но Bybit уточняет свою стабильность и необоснованность слухов, да, но только пруфов что-то нету. Bybit рекомендует ссылаться на свое доказательство резерва, чтобы успокоить пользователей на фоне продолжающегося скептицизма на рынке, на фоне продолжающегося скептицизма, да, вот видите, они правду сказали хоть раз, то есть опять-таки скептицизм на фоне бычьего тренда, это только, знаете, многие люди не догоняют сейчас только зарождение бычьего тренда, особенно по альткоинам, потому что альткоины болтаются на дне в просадке 90-95% от хая предыдущего бычьего цикла 2021 года. Вот, и как вы понимаете, что еще ничего не началось, еще даже не середина цикла. По биткоину понятно, по эфиру тоже, но по остальным альтам, которые идут после, ну, если не брать в расчет, там, тоже Солану, там, и остальные монеты, которые отстрелялись, да, то, как вы понимаете, что остальные, там, 95, а то и 99% монет ничего еще не показали, вообще ничего, они еще на самом старте, и многие люди этого даже не догоняют, и они сейчас повыходят в минус, там, в ноль или с копеечным профитом, так и не дождавшись те заветные 10 иксов, а то и выше, а то и сотен, а то и тысячи иксов. Вот, почему и на криптолюд сегодня растет, то же самое, далее, хотя здесь показывают, что останется в диапазоне, ну, говорят, от 68, 571, 800, далее у нас прогноз WorldCoin, определены ключевые уровни поддержки и прорыва, и, в принципе, может опуститься якобы ниже 5,5 долларов, но это все тоже, скорее всего, пугалки, даже если опустится, то, как вы понимаете, что на данном этапе 5,5 уже, он, давно опустилась монета ниже данных отметок, поэтому, скорее всего, ниже 4 долларов имеется в виду, вот, ну, и, как вы понимаете, вот здесь вот у нас биткоин 72 тысячи долларов, анализ цепочки обеспечивает подтверждение, и, как вы понимаете, подтверждение того, что у нас падение ниже 69, может у нас 5, рыночная тенденция, вероятность этого уменьшается, вот, ну, и потенциальные цены, это 80-88 тысяч долларов, быстро они переобулись, да, как и блогеры, ну, и далее ставки принесены в жертву, приложение BlackRock, Grayscale, Bitwise, момент, у нас, получается, спор ETF, и вносят поправки в отчеты, удаляя положение о стейкинге, ну, и, при этом, также другие эмитенты, VanEco, ARK21shex, ну, это ARKInvest, фонд Кэти Вуд, эксперты отрасли полагают, что политические соображения могут повлиять на одобрение точных эффектов ETF. Так, ну, и что еще хотел сказать по поводу DTCC, вот этих вот тикеров, которые добавляются у нас на вот этот вот сайтец, где, соответственно, можно посмотреть различные моменты, вот, то есть вы можете перейти на сайт официальный, даже тут в чем плюсы ETF-а, тип ETF-а, то есть индексы, есть фиксированная прибыль, есть валюта там и так далее, есть активный менеджмент совпадения, да, с 2008 года с кризисом, потом там комодити, то есть это, как вы понимаете, какой-то этот товар, да, вот, и, в принципе, конечно же, вся вот эта система, она уже изобретена, хер знает когда, еще она сделана на фондовом рынке, ну, и, как бы говоря, что на данном этапе будет тест, бэкап, сейчас сайт обрабатывается, и, кстати, невозможно глянуть тикеры. Ну, короче, в общем, я вчера смотрел, и тикеры действительно есть по поводу эфера ETF, и я это показывал еще до этого, да, то есть сейчас почему-то эта страница не работает, и она ничего не отображает, самое интересное, вот это и другая, которую я показывал, вот, может быть, помните, я показывал тикеры по биткоину, но здесь, видите, ничего не показывают, то есть даже если обновить страницу, то нихера не меняется, и, видите, они проводят какие-то техработы. И самое интересное, еще месяц назад, практически, вот, плюс-минус 4 дня, нам DTCC провела листинг эфер ETF от Franklin Templeton, но сейчас у нас начинают снова вспоминать, вот, вот так это все должно выглядеть, здесь это выглядит вот так, вот, видите, нихера не показывает, ну, и на данном тапе, видите, вот такая вот система, и вот у нас имеется ARXX, тот же самый ETF, потом у нас имеется вот Franklin Templeton Ethereum ETF, ну, и плюс там ETF на биткоин, то есть они были еще заранее, то есть еще месяц назад, еще в апреле, нам рассказывали, что ребята, соответственно, ждите там туда-сюда, и все примется, но, как вы понимаете, естественно, это делалось с той целью, чтобы вы, не дай бог, не закупились, и биткоин тогда стоил, кстати, еще 63 тысячи долларов, чтобы вы понимали. Эфир сколько стоил? Давайте глянем, сколько стоил эффект 27 апреля, 27 апреля, здесь эфир у нас, получается, стоил где-то 300, вот, понятное дело, что дальнейшая коррекция продолжилась, но суть не в этом, суть в том, что у нас альткоины все это время, давайте глянем, 27 апреля, стояли вот здесь, то есть уже у донных значений, как раз-таки когда должны были принять, вот уже с самого 27 апреля Franklin Templeton Ethereum ETF уже залистили, вот, и то же самое, его сначала убрали, вот, и говорят, что это не гарантирует, что одобрит, но то, что залистили, это уже показатель, самое интересное, и как вы понимаете, что он также присоединилась к гигантам BlackRock, Grayscale, Vanek и так далее, но самое интересное, что действительно так и есть, понимаете, то есть большинство людей не догадяют такую простую вещь, что, помните, я показывал, что они удалили тикер сначала по биткоину, потом вернули, по эфиру была такая же клоунада, и самое интересное, потом у нас тикер ETH, вот, 29 апреля опубликовали СМИ, BeInCrypt, да, появился на DCC, однако не гарантирует, ну, и, соответственно, как вы понимаете, что это еще месяц назад нам об этом рассказывали, также резину тянут, как и по биткоину, так вот, и буквально вчера спотовый эфир ETF от Vanek появился в списке DTCC, то есть, видите, дублируют еще раз, то есть, до этого был Franklin Templeton, теперь Vanek уже появился, и, как вы понимаете, что список организаций включается активный, так и потенциальный ETF, которые могут получить одобрение регулятора, и, по данным СМИ, сотрудники склоняются к одобрению, все-таки, ну, естественно, одобрят, потому что, если одобрили в Гонконге и одобрили биткоин ETF, очевидно, что у нас будет одобрен спотовый эфир ETF. Так вот, и по поводу новостей, у нас внезапно, конечно же, пару дней назад, когда были шарты, повысили шансы буквально чуть ли не в 4 раза, с 25 до 75%, и это сообщило Bloomberg, и Watcher Guru, и остальные издания, совпадения, да? Далее, Franklin Templeton, у нас 24 апреля еще, 23 года, 23 года, внимание, объявляет, что денежный фонд правительства, он чейн, превышает 270 лямов в управлении, и вот они инвестировали в Stellar, я напоминаю, еще в Stellar, еще год назад они инвестировали, год и месяц, вот, и это на официальном сайте у них указано. Также на блоге от Stellar у нас тоже показывают, что вот у нас Franklin Templeton вести 270 лямов у нас Stellar, поэтому может быть следующая монета на ETF это Stellar, либо XRP, поэтому будьте к этому готовы. Вот также Stellar становится лидером в области токенизации, а токенизация это CBDC, я напоминаю, от Franklin Templeton, виздом 3, там же BlackRock выпускает цифровую фонду объемом более 300 миллионов долларов, совпадение, да? И как вы понимаете, это тоже все не случайно. Хотя многие могут недооценивать это все и рассказывать, что такого не будет, ты не шаешь, там и так далее, но как мы наблюдаем, вот у нас Stellar, ETH, и давайте посмотрим, вот у нас Onda, у нас есть, получается, Flux Finance, у нас есть еще какие-то криптовалюты, ну и в принципе у нас замешан Franklin Templeton, и тот же Onda Finance, да, я напоминаю, она проинвестировала у нас в тот же фонд от BlackRock, токенизированный, но я это уже показывал, эту новость, но давайте сейчас найду, покажу еще раз, и цена у нас уже растет по Onda и плюс 45%, поэтому кто хотел, тот купил, а кто нет, тот провтыкал. Вот, получается, у нас ETH на биткоин и эфир также были добавлены, но я это уже показал, и вот у нас инвестирует кит 5,7 миллиона долларов в Onda, и Onda запустила платежную систему RVA, и вот переводит 95 миллионов долларов в токенизированный фонд BlackRock, совпадение, да? То есть, опять же-таки, я не думаю, что это совпало, потому что, как вы понимаете, у нас Onda Finance, вот он стремится захватить рынок токенизированных ценных бумаг стоимостью 15 триллионов долларов, поэтому, скорее всего, Onda Finance это и есть тот самый BlackRock, да, как вы понимаете, поэтому это тоже все не случайно, как вы поняли. Далее, получается, у нас что еще из интересных новостей, то, что вот Franklin Templeton Bitcoin ETF уже запущен, EZBC, как вы понимаете, вот у нас этот тикер, EZBC здесь вводим, вот, nice на Америке, и уже цена здесь тоже подросла, совпадение не думаю. Ну и также вот теперь доступен Bitcoin ETF, но я думаю, в будущем будет доступен у нас Ethereum ETF. Ну, если ввести Ethereum ETF, то здесь пока что его не находит, но это, как мы понимаем, не проблема. Далее, также еще вот на официальном сайте SEC у нас утверждено, что тот же Franklin Templeton у нас, получается, добавлен фонд Bitcoin ETF. Также тот же самый Reuters у нас еще 13 февраля объявляли 24 года, что вот Franklin Templeton у нас уже подали ETF на эффект, чтобы понимали, на эффект. То есть пока многие люди там сомневаются, да, и не верят, то, как вы понимаете, что на данном этапе еще буквально три месяца назад они подали заявку, вот. И Franklin Templeton, да, из первых, один из первых фондов, даже не BlackRock, а именно этот фонд у нас подал заявку на ETH ETF, один из первых, да, видите, 13 февраля. Также еще инвестировал в Stellar еще год назад и месяц, да. И также, как вы понимаете, что данный фонд у нас появился, естественно, здесь в виде тикера. То есть провела листинг еще, получается, месяц назад. И теперь у нас появляется следующий фонд, так это VanEck, который тоже сейчас активно форсят в новостях, рассказывают, что ребята, смотрите, там VanEck появился, VanEck появился, вот, 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 там и так далее. Но по факту у нас Franklin Templeton был первее. И причем первее даже BlackRock, судя по всему. Либо это и есть тот же самый BlackRock, и они просто заодно. Вот и все. Ну а по поводу еще интересного момента, то, что у нас, получается, имеется кошелек один из Binance, Binance 8, восьмой кошелек, и здесь 32 миллиарда долларов. Но самое интересное не в этом. Какие монеты они держат? Они держат USDT, ETH, обернутый ETH, BNB также имеется, FD, USD, но интерес не в этом. Также имеется у них Pepe, Shiba, Bitcoin в сети Binance Smart Chain, Render Token, Link у них имеется. Потом Arbitrum на 500 миллионов, почти 461 миллион. То есть, как вы понимаете, это полмиллиарда. Dramatic имеется на полмиллиарда. Athena тоже, считай, там 300 было, 400 миллионов. Gala, Flocky, Pendle, GRT, у них есть Arkham, Cake, Beam, Chilis, ETH5, SSV, Phantom, Teta, кстати, Teta имеется на 151 лям, многие не верят. Ajax, M2BX, Pixel, у них есть GMT, AI, Meme, Uniswap, LDO, Aeva, Gala, UGG, Sandbox, SafePal, Justme, Portal, есть ENS, API, Hi, CRV, вот эти все монеты, что я советовал. Mana, Oxide, YDX, LPT, People, Fat, Aeva, Maker, Quant, CBDC монета, EDU, новая монета, Alchemy Pay, CBDC, Hot, Ocean, Искусственный интеллект, FTT даже имеется, WorldCoin, True, SpaceID, OneInch, SushiSwap, Wu, LRC, Cyber, получается, со значком, как у XRP Hook, Hook Protocol, да, Hooked, PHB, Encore, Bake, я тоже советовал данную монету, MBOX, TKB, C98, Coin98, Lid, Lid, NTI, Maverick, у них есть Compound, ELV, Yunfi, которые я также советовал, Blur, Yuffie, Leverify, Dex, FXS тоже я советовал неоднократно, Alt, Front, Aucion, Ace, Elf, Storch, Hi-Fi, GLM, ну и прочее, Bikonami, кстати, есть, которые многие недооценивают, Bela, протокол тоже имеется, Render, токен, XVS, Venus, получается, Magic, Lina, имеется, ERN, тоже советовал, GMX, есть Flux, есть ZaraX, который также, Трамп, принимает оплату в ZaraX, видите, совпадение, аудио есть монета, тот самый проект, зарабатывающий большие деньги на криптоарбитраже, то есть разница курса криптолюд на криптобиржах Arbitz.io, я лично его проверил, удостоверился, что все честно работает, и держу тут более 7000 долларов инвестиций, приносящую отличную прибыль, ссылка на проект в описании под роликом, Yuma, Badger, получается, Metis, даже есть Acrys, StarkNet есть немного, но есть Basic Intention токен, но это один из адресов, да, Gnosis, получается, Threshold, вот это получается, Chess, Perp, Pulse, Loom, K&C, Dai, UTX, ну и остальные монеты уже пошли по мелочи, как вы понимаете, на пару лямчиков долларов, поэтому тут уже думайте сами решайте сами, но если перейти на тот же EtherScan, вот у них здесь показывает сколько, 4 миллиарда практически, да, вот, вернее даже 37 миллиардов здесь идет самое главное, естественно, Тена, Arkham, Beam, там и так далее, но это в сети эфира, а тут во всех сетях показывают, ну, по-моему, Binance Smart Chain, вот, а если перейти на тот же Arkham, то здесь тоже показывают то же самое, что они держат больше всего, там, Pepe, Bitcoin, ошибы, там, Renderlink, там, Arbitrum и так далее, самое забавное, что Arbitrum они поднабрали, причем очень сильно, пока люди телятся, пока люди думают, они Arbitrum продолжают накапливать, а я говорил, что Arbitrum полетит и Binance держит на полмиллиарда, ну, явно не просто так, видите, цена не падает, интересно же, почему, ну, я уже рассказывал и тоже за него показывал тоже неоднократно, вот, ну, и последний момент, что Franklin Templeton у нас держит биткоина на 360 лямов долларов, скорее всего, они куда-то его перенаправили и вероятнее всего, вероятнее всего, как вы понимаете, что это все не случайно, и вот они с Coinbase тоже сотрудничают, есть даже из BTC какой-то отдельный адрес и на разных адресах они держат вот этот вот биткоин, который они, естественно, продавать не собираются, поэтому такие мысли, такие дела, всем удачи и всем пока!